В конце XIX века известный каталонский предприниматель, текстильный промышленник Абусебио Гуэль, ощутил необходимость в том, чтобы перенести свои текстильные предприятия за пределы города Барселоны. Так и появилась колония Гуэль, теперь являющаяся объектом всемирного достояния ЮНЕСКО. На заднем плане здесь вы видите замок X века, он не относится к колонии Гуэль, это замок Сальвана, о нем я расскажу чуть позже. А сейчас о поселке. Собственно весь поселок Санта-Колома де Сервейо, в частности колония Гуэль, очень многим обязаны Элсевию Гуэлю, пригласившего Антонио Гауди со своими учениками для проектировки этого места. Оно должно было включать в себя парки, магазины, жилые дома, церкви, школы и так далее, для того, чтобы рабочим было удобно жить. Здесь вы видите крипту. Крипта должна была располагаться под 40-метровой церковью, но готова всего лишь крипта, то есть склеп. Склеп должен был быть фамильным склепом семейства Гуэль. А некоторые называют это репетицией Антонио Гауди перед созданием знаменитого шедевра церкви Саграда Фамилия в Барселоне, которая является визитной карточкой города Барселона. Итак, этот поселок содержится в образцовом состоянии. Вы видите аккуратные дома, улицы, израстовые стены. Именно все это планировал Антонио Гауди сделать украшением жизни рабочих, для того, чтобы у них не было необходимости по замыслу Усэбио Гуэля участвовать в различных революционных движениях, происходивших в это время в городе Барселоне и в других местах мира, естественно, наружу. Итак, вот такие красивые дома вы видите перед собой. Все это возникло благодаря архитектуре Антонио Гауди и его учеников. Хотя он уделял основное внимание церкви, все-таки за остальными работами он тоже надзирал непосредственно лично. И поэтому возник этот поселок. Замок Торрес-Альвана иногда называют замком Ада. Такое мрачное прозвище он заслужил из-за того, что очень давно, с XVIII века, он стоит в руинах. Когда-то, в X веке, он служил местом жительства и, естественно, оборонительным сооружением, графов с сервием, затем несколько раз замок менял своих хозяев. Уже в XIII веке он был изрядно разрушен во время одного из многочисленных восстаний. И в XVIII веке окончательно превратился вот в эти живописные руины, которые не очень-то украшают современные граффити. По уверениям различных конспирологов и уфологов, здесь очень часто можно встретить различные паранормальные явления. Например, тех, которые особенно ночью или в сумерках, в мрачную, в плохую погоду любят бродить здесь, встречают местные привидения. Некоторые уверяют, что видели здесь девушку с распущенными черными волосами, в белой рубахе и со следом пули в бледном лбу. И эта девушка-привидение бродит здесь в развалинах. Иногда конспирологов кто-то пытается схватить, по их уверениям, в одном из закоулков этих развалин. Иногда они видят черный дым, летающий в окнах этого замка. Иногда они видят привидения в самой башне, которая располагается на самом виду этого замка. Некоторые видят и слышат пистолетные выстрелы, видят оружие. И особенно черные дымы конспирологи видят в этой башне. Они влетают в одно из окон, летают по кругу, а затем с пистолетными выстрелами вылетают в другое окно. Вот такие явления. По уверениям конспирологов случаются здесь, в этом замке. А сейчас мы с вами бродим по этому замку днем, поэтому привидений никаких мы точно не увидим. Но увидим довольно живописные, несмотря на современные надписи, довольно живописные развалины. Вот так выглядит этот замок. Пасмурная погода ему очень идет, на мой взгляд. Субтитры сделал DimaTorzok